Старые песни о главном. 80 вместо привычных 50. Возможно, скоро именно такую сумму карагандинцам придется платить за проезд в общественном транспорте, потому как перевозчики терпят убытки. Депутаты и общественники склонялись к повышению платы за проезд до 80 тенге, но с некоторыми условиями. Перевозчики должны будут внедрить электронную систему убелечивания, GPS-мониторинг автобусов, а также установить льготный тариф для пенсионеров. Пока вопрос по согласованию тарифа проходит все этапы его решения. Казалось бы, все честно, вот только у народа спросили, готовы ли сами карагандинцы к таким изменениям. Ознакомимся со всеми автопарками, перевозчиками визуально, затем затребуем документы, которые нам предоставит исполнительная власть, не автопарки. Изучим все документы, потом принимаем решение. Вот уже два месяца перевозчики просят чиновников, нужный им тариф. Последние несколько недель директора автопарков объясняли комиссии по согласованию тарифа, почему проезд 80 тенге рассчитан правильно. Документы, так сказать, о своем тяжелом материальном положении они предоставили в городском Аслехат. Изучив финансовое положение перевозчиков, тех, кто поддержал повышение цен, было немало. Нашлись и те, кто раскритиковал перевозчиков за неуемные аппетиты. Все это время за воздней вокруг тарифа нервно наблюдал простой народ, чьи карманы полезли в руководство автопарков. Самые неравнодушные высказывают свое мнение в социальных сетях. В комментариях на новости о новом тарифе понятно, что народ отказывается платить 80 тенге по той простой причине, что состояние общественного транспорта оставляет желать лучшего. Слишком уж много наших автобусов. Качество желает быть лучшим. Кондукторы как были грубыми, так и остались. Ничего не меняется. А цены растут. Мы столько не зарабатываем, чтобы платить такие налоги за проезд. Пока до работы доедешь, половину зарплаты потратишь за месяц. Почему я против? Да потому что я бедный студент. Нужны аргументы еще. У нас больше автобусов, чем всего остального. Куда же еще больше на маршрут пускать? Насчет повышения, если захотят, то и повысят. Когда мнение людей выслушивали? Попробовать устроить акцию, собрать всех и предложить в определенный день не ездить на автобусах вообще в знак протеста. Кстати, все эти комментарии уже переданы в канцелярию городского Маслехата. Читая все это, можно сделать вывод, что это и есть довольно веские основания, чтобы отказать перевозчикам в повышении цен. Вот только несмотря на все это, два года назад плату за проезд на 20 тенге все-таки повысили. Требования перевозчиков были выполнены. А теперь давайте вспомним меморандум, который перевозчики подписали с властями в преддверии повышения стоимости на проезд в 30 до 50 тенге. В документе четко сказано, в случае повышения цены автопарки не имеют права требовать субсидий. А график работы маршрутов должен был увеличен до 11 часов ночи. Спустя два года мы понимаем, что основные пункты нарушены. Водители не одеты в веденую форму, превышают скорость, резко тормозят, срывают график движений. По утрам и вечерам автобусы забиты битком. А после 10 часов вечера уехать домой на общественном транспорте невозможно. С перерывами до часа. То есть в Саране и Скорганды можно уехать примерно раз в час. Бывает так, бывает, как положено по распорядку, ориентировочно 15-20 минут, а обычно до часа. Как правило, это переполненный автобус, люди висящие, буквально дверь открывается, люди выпадают. Ну, желательно, конечно, чтобы почаще ходили, именно 45-е. Автобус полный всегда, вот, мы не можем сесть, народу полно, трудно с ребенком. Побольше, наверное, у студентов очень много, тяжело очень ездить, ну, тем более на работу. За счет студентов очень тяжело добираться до работы просто. В 70-е и этот, у 45 минут мы час ждем. Перевозчиками нарушен еще один пункт. Водители по-прежнему разговаривают по мобильному телефону. Доказательство тому – подобные видео, выложенные в интернет. Вот, билес. А, убеден, билес. В течение этого года по вине водителя автобусов на территории Карлининской области произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, при которых 5 человек погибли и 26 получили ранения. По данным полиции, со стороны водителя автобусов выявлено более 1670 нарушений правил дорожного движения. То есть, это они, выполняя, как бы, кавычка говоря, график свой, ну, бывает, что они там где-то в заторах стояли, там 2-3 минуты потеряли, и хотят нагнать этот график. И между собой начинают устраивать гонки. Не говорят ли все эти факты о том, что стоит повременить с требованием повышения цены, а Кемату предпринять действия против них? Кстати, властями города в адрес перевозчиков перед подписанием меморандума было сказано немало еще в апреле 2008 года. Тогда Нурлан Нигматуллин заявил. Нам, возможно, придется пойти на создание муниципального автобусного парка. А то наши перевозчики мало того, что все время пытаются повысить стоимость проезда, так еще и сотни миллионов в виде дотации требуют. Лучше уж эти деньги на новый автопарк пустить. Спустя три года за плохую работу автопарки города были отчитаны экс-акимом области Сериком Ахметовым. Меня не интересуют ваши трудности. Почему вы не выполняете обязательств по меморандуму? Вы же ходили ко мне, просили повысить тариф. Говорили, дайте только тариф, дайте только возможность. Не выполняете меморандум? Закрывайте автопарк. Иначе выделим бюджетные средства, приобретем 500 автобусов и откроем свой. На это уже в наши дни директор автопарка номер 3 Артур Григориан отвечает. Кроме покупки формы, все условия меморандума выполнены. Закупили 130 новых автобусов, повысили зарплату водителям и кондукторам на 9,2% за три года. Но поскольку сегодня предприятие находится на грани банкротства, ситуацию надо спасать повышением тарифа на проезд. Основными причинами нарушения дорожно-транспортных происшествий – это недостаток на сегодняшний день водительского состава, недостаточный опыт. Автопарк номер 3 действительно заключил долгосрочный контракт на поставку китайских автобусов. Однако основная часть новых машин не приносит дохода, так как простаивает в боксах из-за отсутствия водителей. При этом диалог с властями и гражданами автопарки начали проводить методом шантажа. К примеру, грозились отменить 51, 8 и 5 маршрут. Мы и так мучаемся, если у нас и дети учатся. Нет, это невозможно. Что же мы в черте города живем и так мучаемся. 51? Да. Надо наоборот побольше автобусов пустить. Потому что он единственный, который такой большой протяженность, во-первых. Во-вторых, он охватывает Михаиловку. Там ездить вообще невозможно. Я не знаю, надо увеличить количество, а не убирать маршрут. Это всегда обидно, когда пассажиров много, а рейс отменяет. Это очень плохо. Потому что и так люди по часу ждут. А если эти автобусы будут ходить, то еще больше будут ждать. Многие в целом недовольны качеством обслуживания в общественном транспорте. Они намерены ходить пешком, если проезд все-таки подорожает. Нет, это много. Мы даже когда учились, мы поначалу учились, у нас там, по-моему, было 30 тенге, а потом 50 тенге. Для студентов это очень тяжело, потому что, во-первых, иногородних много. И на дорогу уходит около, там, минимум 15 тысяч. Потому что это много. Плюс еще проезднее в конце года там уже не действует. Конечно, это очень сильно по этому слою, незащищенный слой от пенсионеров и студентов. Потому что это слишком дорого. Я даже считаю, что 50 тенге. Нет, вообще не согласна. Каждый день приходится ездить, поэтому очень накладно. Должного уровня обслуживания пассажиров никто не видит. А ведь именно это пообещали перевозчики, когда плату за проезд повышали с 30 до 50 тенге. Поэтому и сомневаются карагандинцы, что даже если и повысят цену, ситуация не изменится. А полученные деньги от перевозки пассажиров не покроют расходы автопарков и в этот раз. Вот здесь-то и стоит задуматься, что даже у самых терпеливых, трудящихся с невысокой зарплатой, когда-нибудь закончится терпение. Народ надеется на благоразумное решение депутатов. Кстати, ждать осталось недолго. Решение по согласованию тарифа будет вынесено на ближайшие сессии городского маслехата. Дата сессии еще неизвестна.